Бывает снятся интересные сны, которые запоминаются, ну, как будто бы наяву. Ну, невозможно не запомнить интересный сон, допустим, тем более приятный для души. Кручай, он с труси только от торта. Так, дай, садь немножко дальше. Дальше? На своей красивой этой самой жилетке с труси от торта. Вот, белая. Все, рассказывай. О снах... Расскажи о своих видениях, которые ему... Дай, подвинься, я... Ты рядом сядь. Если ты рядом, то все хочу. Получался. О тех видениях, которые ему снялся. Он мне уже записал один сегодня молитву, ему приснилась молитва, я вам обязательно ее продиктую всем, вы ее запишите. Молитва очень сильная видна, потому что ее сказано нигде нету, Игорь сказал, что ее нигде нету. Ее нигде нету, это сто процентов. Я вот ее записал. Сейчас мы два голоса, потом прочитаем, чтобы вы... Я проверю, не брехал ли, Игорь? Нет, нет. Может, он уже забылся? Значит, мне иногда снятся очень интересные сны, которые невозможно не запомнить. Как бывают страшные сны от них, жутко. Бывают как бы приятные для души. И вот мне приснился сон, значит, что... Причем я засыпаю очень поздно, в часа два. А под вечерок, наоборот, я бодрствую, но вот раз под вечерок я заснул. И ко мне пришел старец в черном, типа схемонаха, седой, с очень добрыми голубыми глазами. Это как раз я приехал после Почаевской лавры. Он пришел, сел. Это тебе видится так? Или как во сне? Или как наяву? А, нет, подожди. Сначала мне приснился сон. Мне приснился сон. Значит, что я пришел в один городок, очень небольшой, принес туда котят. И котята очень красивые. Я говорю, ну возьмите вот хоть по дешевке, хоть, ну, вообще... Животных продаешь изверх. Да ну, дело не в этом. Возьмите хоть за бесценок, за рубль, за два. А люди все обступили, говорят, ну мы не можем, у нас нет денежной единицы. Мы здесь сугубо просто вот по карточкам. Я говорю, ну возьмите, посмотрите, какие приснили. Но у нас, говорит, ни копейки нет. У нас депутат нашего района создал такую систему безденежную, что мы вот сугубо по карточкам. И я вышел с этого района, я смотрю, он обнесен такой колючей проволокой, столб и идентификационный номер при входе. Вот. И мне приснился сон, значит, что пришел старец ко мне, такой старый дедушка в черном. И он мне говорит, значит, не бери идентификационный номер и рассказывай все об этом. Всем об этом. Ну, у меня есть схимонах. Я отвечу за кону, чтобы Гаврилов не заперся. У меня есть схимонах. Ты же когда-то такой мужик мутный. Груг, о котором я уже рассказывал. Почаевский лавр. Не понравился никому Гаврилов. В Почаевской лавре схимонах Епифаний. Я рассказал, ну, он так, они относятся, ну, несерьезно к этому. Но, тем не менее, мне сказали, когда он, если придет в следующий раз, ты его перекрести. А зачем? Ну, если это дух нечистый, значит, он исчезнет. А во сне перекрестил? Да. И вот еще какой-то был случай, я не помню, но я ему рассказывал. И он ко мне пришел, я его перекрестил. Он мне ответил, аминь. Я позвонил, Гаврилов не исчез, он сказал, аминь. Ты позвонил куда? В Почаевскую лавру? В Почаевскую лавру, да. Ну, они мне не серьезно, это абсолютно так. Мы разговариваем, так как это мой друг, мы разговариваем о разных вещах. И я ему просто немножко с юмором рассказываю эти слова. Ты скажи, что еще раз потом тебе снился, Монат, да, или не сказал? И вот сейчас... Вот вчера мы как раз говорили о причастии, о том, что надо причастаться, исповедоваться или нет, и вот ему сразу после этого снился баланс. Да, в 6 часов вечера мне приснился. Причем он днем не спит никогда, он говорит, что на него как дрем нападаешь, не просто там лег и уснул, а как валит ему с ног. И потом ему вот это видение такое. Или так, или не так. Чересчур, что видение, но... Да, это... Сам не говоришь, что... Ну, подожди, ну, видение... Все, будет вечен сталь. Подожди. Ну, ты понимаешь, что видение это серьезно, а это такой полусон какой-то. И вот, значит, вчера мне тоже, так как мы тут бываем и смеемся, и веселый разговор, и светский ведем. И я давно не причащался, и вот я тоже в 6 часов дня как-то меня поклонило так, очень сладко, вот как будто кто-то просто накрывает каким-то дремом, вот я это чувствую, очень сладко я погружаюсь. И вот этот старец, он встал в дверях, лицо его было полузакрыто. Чем? Вот таким клубиком, этим капюшоном? Да. Капюшоном? Как схема, да. Как вот знаешь на картинах вот о явлении отроку, когда вот в таком черном он... И я перекрестил опять, он ответил Амине, сказал, в этот раз я к тебе подойти близко не могу, вы занимаетесь разными разговорами. Кстати, мне написали, правда, что нельзя спорить о вере, не надо о этом спорить. Мы не, а мы и не спорили, мы просто немножко дискуссировали. Да, вот это вот мы доказываем, что это тоже от веса. Но мы не сильно не спорим, мы же не ругаемся, мы просто... И вот он мне сказал... Чтобы бойтесь без благодати. Да, он мне сказал, он сказал, что, значит, не водите такие срамные разговоры и бойтесь умереть без покаяния. А что срамные разговоры? Ну говорим, ну ладно, так дальше. Ну, потому что мы на разные темы говорим. Вот так сказал. И конец мира близок, бойтесь умереть без покаяния и не причастья. Такой сказал, что конец мира близок. И сказал, нет, я не отношусь, не собираюсь это даже в голову брать, понимаешь, и на себя брать какие-то пророчества. Я рассказываю сны, как я вам рассказывал, и такие сны, и такие, ну вот это такие. Подожди, но такие особенно, но они впечатляют, потому что они приятные. И человек, который появлялся, он нес неотрицательность, потому что душа, она не кукожилась, как от страшных слов. Рассказывает, что он сказал, давайте беспокойтесь. Он хотел помочь, он хотел, чтобы это все переломилось. Ну да, и была такая молитва, он сказал, встань и запиши. Да, он сказал, встань, запиши молитву, которую никто, ты нигде не найдешь. Нигде ты не найдешь. Молитва очень сильная. Это, он сказал, это лично молитва для тебя. Он вот так сказал. Но, я еще раз... Ее рассказывать можно, люди? Ну, я не знаю. Я тебе просто рассказываю. Что, для тебя? Именно для тебя молитва? Не для людей? Вот так не было сказано. Да, для людей. Там не сказано было. Если он сказал... Иди и возвести миру. Нет, он такого не говорил. Если сказано было, идентификационных номерах, говори всем, то про эту молитву ничего не было сказано. Но молитва такая, она нигде нет, это сто процентов. Ну, сейчас давай ее прочитаем вместе, но я потом людям... Я думаю, что все равно надо рассказать. Я встал, просто я ее помню наизусть. Мне ее и записывать не надо. Подожди. Давай я... Ну, три-четыре вместе. Ну, а зачем? Ну, хорошо. Зачем пора? Я буду зрел. Я вот читаю его молитву, что он мне уже продиктовал с утра. Ну, просто такая, да. Господи, когда в конце времен появится знамение креста твоего на небе, и ты явишься сонмом ангелов и архангелов, сонмом херовимов, серафимов, сонмом праведников, мучеников, страстотерпцев и всех святых судить этот мир. Когда отверзутся гробы, носут праведные и страшные, восстанут живые и мертвые. Когда откроются книги, чтобы каждому отдать по делам его. Господи, не дай услышать страшные глаза из уст твоих. Отойдите от меня, проклятые, идите в огонь, вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Господи, хочу или не хочу, спаси меня. От слова в слово. Ну, вот это надо понимать, что... Не дай услышать страшный глаз из уст твоих. И там прямая речь идет. Отойдите от меня, проклятые, идите в огонь, вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Прямая речь заканчивается. То есть, чтобы это не услышали люди. Отойдите от меня. То есть из уст. Ну, что, понятно, да? Ну, понятно. Мне это все понятно. Ну, это такая молитва. Я, может, продиктую потом подробно людям, если по-моему. Понимаешь, в чем дело? Ну, хорошая вести. Я посмотрю в интернете. Подожди, подожди. Нет, ты ее не найдешь. Это, я уверен, сто процентов. Я хотел Свете позвонить и узнать. За что? Ну, и что? Он скажет, молись. Это свои... Ведь молитва... Это не только... Можно и своими словами. Он скажет, это своими словами. Правильно. Своими словами можно молиться. Я думаю, в этих словах... Правильно. Так он скажет, это ты своими словами. Это тебе ничего не навеяло. Нет, правильно. Он так и скажет. Ты как знаешь, Отче наш, Богородица, Дева. Радуйся. Потом... Достойно есть. И так далее. Пусть это твоя будет молитва. Ты, как своими словами, можешь тоже обращаться и общаться с Богом. Понимаешь? Пусть это твоя будет молитва. Пусть это твоя будет молитва. Пусть это твоя будет молитва. Пусть это твоя будет молитва.